Они не остановят войну, она им выгодна. И бить будут по нашим территориям дальними ракетами, будут бить, уже это понятно. И Зеленский не пойдет ни на какие перемирия, ни на какие переговоры, если кто-то думает, что вот будет какая-то ситуация, что он пойдет. Нет, не пойдет он, ни при каких условиях. И Запад не пойдет. А зачем и Западу это надо? Ну, надо искать. Я бы на их месте тоже не пошел. Я, кстати, если в логике западной мировоззрения, ну, они действуют очень правильно. А что мы все время их осуждаем в этом смысле? Ну, мы, конечно, должны осуждать, но я имею в виду, ну, понятно, вы попали, ребята. Вот они говорят. Вы влипли? Угу. Вы влипли, говорит Шахназаров, являющийся доверенным лицом Владимира Путина. Я сразу могу ответственно заявить, что Шахназаров ошибается, переговоры возможны, абсолютно. Есть мирные предложения Украины. И по большому-то счету там важен, там все пункты важны, но есть один очень важный. И звучит он просто. Вывод. На российской оккупационной группировке с территории Украины. Водки нет. На Россию, да. Горелка есть, но лучше для себя. Вы влипли, и мы будем делать, пока мы вас не добьем. Это их идеология. Так они всегда делали. Для них это нормально. В этом нет ничего предусудительного в их практике. Другими словами, удары вглубь российской территории, на заход украинской армии, на российскую территорию, оно бьет в первую очередь по восприятию их царя. Ну, то есть с царя. Сомневаются они, видите, сомневаются. Боже мой, на нас напали, а за что же? А, ну это же спецоперация. Нужно что-то срочно делать. И они нашли способ, значит, всех мужчин призывного возраста на самокатах отправить на фронт. Это не смешно. Сейчас, например, на фронте что нужно, да? Ну, там, понятно, танки, БМП? Нет. В большом количестве нужны электросамокаты, мопеды, мотоциклы, баги. И, конечно, у нас все это есть. Отечественного производства. Вот из городов-то все электросамокаты. Правильно, туда сейчас, кстати, отличная идея. Там сейчас ребята штурмуют далеко с Завдеевкой. Говорят, будешь смеяться, электросамокаты отлично работают и их берем. Вот так вот предлагается штурмовать украинские позиции на самокатах. Да, еще немного и будет захват Лиссабона. Но это не точно. Аппараты, которые на тысячу, на полторы. Есть там Сокол, братья, швейцарский там вариант. Там и до трех тысяч километров у них дальность полета. То есть, по сути дела, дальнобомбардировочная авиация, они получили, которая, ну, как все, в виде группы бомб, а не одного бомбардировщика может дойти до цели. Мы давно говорили, что надо поднимать локаторы в воздух, использовать дирижабли фирмы «Аэроскан», использовать старые наши, переоборудовать пассажирские самолеты советские, ставить там радары с фазированной решеткой, чтобы видеть издали их, понимаете, так сказать, с большой высоты, приближающиеся вот эти вот аппараты, они достаточно велики. Вот, ну, наши, как говорится, слова не были услышаны, что меня совершенно не удивляет. Ну, вот, на третьем году войне вообще полезно было бы заняться отражением вот этой дальнобомбардировочной теперь угрозы. Ну, вот она, что называется, есть. Что мы здесь четко фиксируем? Что никто не бредит, как раньше, в части того, что все у них идет по плану. Вот они ищут какое-то суперэстравагантное решение, экстравагантное. Значит, кто-то предлагает российским оккупантам штурмовать украинские позиции на самокатах, кто-то вот хочет, чтобы, соответственно, подымали в воздух дирижабли. Ну, я сразу могу вам сказать, что, может быть, вам есть смысл, как это, самокаты, на самокаты установить дирижабли и таким образом наступать. Попробуйте, может, получится. Но самое главное, нет понимания, как может закончиться война. Даже Путин тут бредит. Я готов после этого начать переговоры. Да? А вот эта вот фашистовующая, но тем не менее адекватная часть, она на что рассчитывает и какие вопросы себе задает? Вопрос очень интересный. А что, если нет? Передачу запишу. А положение осложняется? Да, конечно, надежда делается на падение Покрововска, как армии, что там фронт, 5 фронтов, неудовских, понятно, откатится назад, что наступит страшная, холодная, темная зима на Украине. Ну, а если они ее переживут все-таки, вот тогда мы столкнемся уже и с этой угрозой, угрозой с воздуха. Ну, во-первых, лететь будет не только нам, а и вам. И этот вопрос, чтобы пережить зиму, он будет взаимно актуальный. Но вот эта вот формулировка, да? То есть, как это вот перевести? Значит, а что, если они переживут? Значит, о чем он говорит? Он в Москве, этот чувак, этот Калашников ездил в город Львов, говорит, так страшно, пришлось там даже ходить в бронежилете. Хотя там украинская армия нет, ну, просто мы немножечко туда снаряды отправляем на всякий случай, чтобы враг не дремал. Так он же говорит следующее, он говорит вот эту вот прекрасную и общепонятную фразу. Украина была, есть и будет. Вот об этом он говорит. Ну, а там на болотах, соответственно, идет вот эта вот дискуссия такая, что же делать? Начали наносить удары по Москве. И, да, мудозвон и компания пришли к выводу, что лучший способ это что? Правильно, сажать россиян, которые это все снимают. То есть не российское военно-политическое руководство, командующего войскового по Петряным и силам, как кто-нибудь, воздушными силами, там, комплексами побоев, все остальное, а россиян, которые это фиксируют. Хотя я так люблю слушать их комментарии, они видят дрон. И вот этот самый лучший комментарий, он такой. Вот он, на Москву летит. Да. На Москву идет, хорошо идет. Вот эти массы, вот сегодня там 158 беспилотников по очень многим областям. Но все, судя по сообщениям Министерства обороны и региональных властей, все они перехвачены. Ну, там, в капотне там что-то упало, загорелось какое-то там здание. Ну, кое-куда попало, поэтому, пожалуйста, в Думе внесите уже закон, чтобы тех ***, которые снимают и выкладывают, как попало, куда попало, где попало, чтобы люди за это присели. Потому что, на самом деле, вот, иностранным враждебным нам разведслуживам, от украинских до американских, не надо ничего делать, просто там полистать наши каналы и дальше уже вводить корректировки. Ну, это безумие какое-то, когда люди ради собственной игры, вот, смотрите, вот, да. Еще тут одного увидел. Пять утра, он стоит, наблюдает. Откуда он знал, что там надо быть в пять утра и именно туда снимать? Его сразу можно брать. Он, очевидно, работает на украинские спецслужбы. Да, Богдон, они начинают крошить непосредственно на россиян. Там была версия, что ждуны в Саратовской области, а вот теперь выясняется, что и в Московской области. Все шпионы, все ждут. Здорово. Заметьте, чем ближе ложатся снаряды к бункеру Путина, тем меньше они размахивают ядерной дубиной. Нет, иногда размахивают, но не очень сильно. Тут сейчас вот есть дискуссия, что мы изменим ядерную стратегию, превентивный ядерный удар, возможно, будет туда вписан. Все это понятно. Только вот внимание москвичам и гостям столицы. Кто вам сказал, что прилетать будет, нет, улетать будет только от вас, а прилетов не будет? Смотри на Капотню и на нервного Владимира Соловьева. Ну и на Владимира Путина, который тут рассказал всем, что как важно учить китайский. Потому что переговоров в таком ключе, как хочет Путин, не будет. Вот так. Надо бы реагировать, но мы сто раз писали, как это делать и говорили об этом. Ну что ж, на очередь за Министерством обороны и Генеральным штабом. Вообще-то нужно создавать Государственный комитет обороны по главе с первым лицом государства, чтобы заниматься такими вопросами очень-очень оперативно. Ну, этого не делается. Ну, к сожалению, напрашиваются. Ну, не очень приятные выводы. А какой вывод напрашиваются? Все россияне прекрасно знают, что Путин у*****. И российское военное руководство – это группа у*****, которые не просчитывают свои действия. Которые вот все мечтают. Вот Путин тут просто говорит, мы под контроль берем квадратные километры украинской земли. Но никого это уже в России не радует. А все почему? Потому что если территория какое-то время оккупирована, она не становится российской. И все это прекрасно знают. Вот, да, Крым, пакуй чемоданы. Те, кто понаехал. Скоро, да, моста не будет. Ну, торопиться тоже не стоит. В данном случае никакие анонсы публичные нам не нужны. Нам нужен результат. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. До зустричи. Не будет знамени российского над, не знаю, там, киевской какой-нибудь резиденцией Зеленского. На Крещатик. Да, знамя российского на Крещатиком не будет. Ложь российских властей о том, что СВО идет по плану, достала уже даже российских пропагандистов, которые стали буквально срываться в эфире и требовать от российских властей четких ответов и обозначений конкретных целей и сроков войны. В студии российских СМИ уже открыто стали насмехаться над словами Пескова и честно признают, что никакого разгрома и захвата Украины уже не будет и российская армия, соответственно, до Киева не дойдет. Пресс-секретарь президента также призвал не сомневаться, что Россия продолжит действовать аналогичным образом. По его словам, ответные удары будут наноситься не единожды. Знаете, есть такое понятие, как отписка. Вот слова нашего уважаемого пресс-секретаря, я к нему отношусь очень и очень хорошо, но вот это называется отписка. Слова Пескова о том, что Россия будет как-то страшно карать Украину за вторжение в Курскую область, не воспринимают всерьез даже придворные пропагандисты с радио «Комсомольская правда». Они эти слова называют отпиской. И что характерно, критикуют они Пескова, хотя прекрасно понимают, что Песков-то по сути никто. То есть он-то говорит не сам за себя. Песков просто секретарь Путина. Он передает то, что думает и говорит Путин. Но поскольку прыгать на Путина пропагандистам страшно, они прыгают на Пескова. Я понимаю, что пресс-секретарь президента ничего другого по сути сказать не может. Но как-то это уже все немножко поднадоело слышать от официальных лиц. Не находите? Даже пропагандиста тошнит от тупого путинского вранья уже настолько, что он откровенно говорит об этом в эфире. Ну, надо признать, это успех. Когда они говорят, что вот там мы проводим денсификацию, демилитаризацию, сроки изначально не обозначались. Поэтому ваш вопрос, грубо говоря, не уместен. Как закончим, так и закончим. Работа ведется, все в порядке, продолжаем. Никакого кризиса нет, грубо говоря. А между тем, нельзя не заметить, что кризисная ситуация разрастается. И, наверное, надо предполагать, разрастаться будет. Ну, это достаточно интересный звоночек для россиян, если уже даже государственная пропаганда говорит такое. Потому что, по сути, звучит признание, что развязанная Путиным война не идет по плану. Что она обернулась для России очень серьезными проблемами. И что ситуация для России только усугубляется. При этом никто не верит, что все по плану, что все под контролем, как задумано. И никто не понимает, самое главное, когда и чем это вообще кончится. На этом фоне все чаще в обществе звучит вопрос доколе. Совершенно справедливо, на мой взгляд. И пропаганда признает, что население России уже начинает буквально роптать. Требует какой-то конкретики. Требует назвать какие-то реальные сроки завершения войны. Никто явно не понимает, что такое демилитаризация, деноцификация и когда это все кончится. И если люди требуют конкретику и требуют сказать, когда вы уже закончите, это означает, что да, в российском обществе накапливается и усталость, и разочарование от этой войны. Потому что Украина не сдалась быстро, как они рассчитывали. Украина дала отпор. И чем больше Украина дает отпор, тем меньше уже россияне хотят идти куда-то до Киева, до Львова. Они уже в принципе склоняются к тому, чтобы все это наконец закончилось. В то же время пропагандист признает, там дальше интересно, что в Украине у общества совсем противоположное настроение. Украинское общество не собирается сдаваться. И варварские удары России по Украине вызывают только обратную реакцию. То есть они не ломают украинцев, а наоборот заставляют их еще более ожесточенно сопротивляться. Мы не видим эту картинку, что на Украине происходят такие процессы, которые приведут в перспективе гражданское общество, общество украинское, к тому, что они скажут своему руководству «хватит». Но пока что я не наблюдаю, а я состою в десятке разных украинских чатиках, я наблюдаю лишь прям противоположную реакцию. Пропагандисту так хочется увидеть нытье и просьбы о помощи, а украинцы все не сдаются и не сдаются. И вместо отчаяния реакция на российские атаки ровно противоположная. Хочется услышать какую-то конкретику, более внятные какие-то смыслы уже сочините, понятные. Хватит уже, пожалуйста, общаться с людьми на языке бюрократов, что ли. Вот этими отписками разбрасываться. Хватит, пожалуйста, общими словами. Давайте уже какую-то конкретику. Грустный пропагандист продолжает требовать какую-то конкретику. Когда же, мол, Путин наконец-то закончит весь этот маразм? Ну, совершенно очевидно, что отчитываться перед такой обслугой никто не будет. Да и к тому же у меня есть подозрение, что никакой конкретики в Кремле нет. Потому что изначально рассчитывали захватить реально Киев за три дня. Путин наслушался Медведчука и думал, что российскую армию будут встречать с цветами. А когда все это провалилось, дальше они просто не понимают, что делать. И у них у самих нет никакой конкретики. Они реально не понимают, как выпутываться из всей этой ситуации, которую Путин накуролесил. Беспилотники уже сотнями долетают до территории России. Приходится их сбивать. Зенитные ракеты денег стоят дороже. Зенитная ракета дороже, чем беспилотник даже крупный. Ну, как-то даже подсчитывать не хочется. Народ ждет конкретики. И я народ понимаю. Дайте, пожалуйста, нам какие-то более внятные объяснения, как минимум. А то как-то уже неудобно получается. Что-то как-то тревожно, да? И победы не видать, и беспилотников все больше. Явно не на такой результат-то рассчитывали, когда мечтали о Киеве за три дня. И обратите внимание, кстати, пропагандист проговаривает очень важную деталь. Он фактически признает, что цена войны становится для России непомерной. Эта цена превышает уже все мыслимые выгоды, о которых только могли мечтать. Он упоминает такой интересный момент, что цена беспилотников, по которым Россия бьет зенитными ракетами ПВО, меньше, чем цена этих ракет ПВО. То есть для России издержки становятся уже реально непомерными. Все понимают, что не может так продолжаться вечно. Что война имеет слишком высокую цену для России. Поэтому они требуют конкретику. Но если Путин им эту конкретику не дает, ничего конкретного не отвечает, то другие пропагандисты на других каналах вполне себе эту конкретику дают. И они прямым текстом говорят, что никакой победы разгромной над Украиной не будет. У России не получится захватить Киев, не будет российского флага над Крещатиком. А будут переговоры. Таким образом фактически признается бессилие России. То есть она не сможет выполнить свою главную цель захвата и полного подчинения Украины. Мы все понимаем, а кто не понимает, кто не понял, тот поймет, как говорит один известный российский политик, что это все закончится переговорами в любом случае. Не будет знамени российского над, не знаю, там, Киевской какой-нибудь резиденцией Зеленского. Над Крещатиком. Да, знамя российского над Крещатиком не будет. Какой удар по российским патриотам. Им два года рассказывали, что Россия до Львова дойдет, и тут такой облом. Ни одна из сторон не достигнет всех своих целей, которые бы она хотела достичь. Потому что даже цели России, которые сейчас озвучиваются, вот про территориальные претензии, по территориальные вот эти реалии признания, да, областей, которые вошли в состав России, это не демонтаж режима Зеленского, что называется. С деноцификацией тоже как-то не задалось. В общем, от былых шапкозакидательских настроений уже не осталось и следа, и даже пропагандисты уже не просто намекают, а прямым текстом буквально умоляют завязывать весь этот маразм. И то, что они так говорят, то, что они постоянно требуют дойти конкретику, и говорят, что нет конкретики, это означает, что на самом деле никто в России, включая даже вот пропагандистов и идеологов, да, не говоря уже о каких-то простых людях, никто не понимает, ради чего это все. То есть нет никакого боевого духа, нет никакого желания это все продолжать, потому что нет конкретики, не понимает, ради чего ведется война. То есть никто не верит ни в какую демилитаризацию, деноцификацию, все понимают, что это чушь, а реальных целей войны не знают, не понимают, требуют их назвать, власти России их не называют, но тот факт, что они постоянно требуют конкретику, означает, что они не знают, за что они воюют. У них точно нет никаких высших справедливых целей. Никто не верит в борьбу с фашизмом, там, в освобождение Донбасса, потому что тогда бы они не просили конкретику. Они бы говорили, что вот, идем все, сплотимся как один. Ну, сложно представить себе, чтобы там советский народ, например, там, в 45-м году требовал конкретику, за что воюют с Германией. Да, а здесь требуют. Это означает, что, конечно, они не верят ни в какой фашизм, они не понимают, что они забыли в Украине, зачем они все это продолжают, и сколько это все будет продолжаться. Фактически, это означает, что российское общество реально устало, российское общество уже готово завязать. Ну, а для нас в Украине это означает, что нужно тем более держаться, потому что если они уже вот в таком настроении, у них уже силы на излете, они уже скоро будут буквально умалять, да, уже готовы будут идти на уступки, чтобы только это все наконец-то закончилось, да, для украинцев это тем более сигнал, что нужно держаться. И нам с вами сейчас нужно по максимуму помогать защитникам Украины держаться.